Напоминаем, что сегодня мы соревновались в первый день борцы в весовых категориях 50, 60 и 74 килограмма. И вот первая схватка сегодняшнего дня, где уже разыгрывается медаль. Это схватка за третье место. Категория 50 килограммов, это не олимпийская. Категория, она своеобразная подготовительная, наверное, к 55 килограммам. Ну, как правило, эти маленькие веса мухачей, они дефицитные. Вот, и для того, чтобы иметь хотя бы ближайший эшелон, проводится в чемпионате России борьба в весовой категории до 50 килограмм. Ближайший резерв просмотреть, что там у нас есть. Все-таки ребятам в этих весовой категории приходится много гонять. И селекция, она очень сложна. Как-то с большими у нас курсовыми, с мужчинами, с богатырями и прочее. А тут всегда это дефицитные весовые категории. Поэтому этим и вызвано то, что борьбу устраивают 50 килограмм. Вот по рекомендуемому соревнованиям в каждой весовой категории два. Две схватки за бронзовую медаль. Вот первая из них Шапи Идрисов. Он в красном трико, представитель Дагестана. И его соперник Евгений Колбин из Ханты-Мансинского автономного округа. Мастер спорта. И Колбин повел в первом периоде 1-0. Ну, в принципе, вот в такой весовой категории все должно быть очень динамично, быстро. Да так оно и идет. Вот, пожалуйста, прекрасный прием провел сейчас. Синий сам атаковал и попался на контрприем. К восторгу многочисленных зрителей, которые заполнили. Которые оценили в 2 балла судьи. Совершенно справедливо. Стекают последние секунды первого периода, который вот благодаря этой прекрасной контратаке выигрывает Шапи Идрисов. За счетом 2-1 он выигрывает первый период. И, как в таких случаях мы говорим, делает шаг к бронзовой медали. Но это только первый шаг. Ну, я думаю, сейчас обострится борьба, обострится. Вот давайте посмотрим, как это все было. Вот он, контрприем в исполнении Шапи Идрисова. Который приносит ему важнейшие 2 балла и победу в первом периоде. Хорошо, он поймал его. Хорошо. Уже пошел второй период. Ну, вот. И Шапи Идрисов все-таки не оставляется здесь в оползновении. Буквально на первых секундах проводит прием 1, 2, но сорвался. Сейчас он... Нет, молодец. Успел встать, не отдал бал. Вероятно, хочет все-таки решить борьбу во втором периоде. И закончить встречу победой. Опасно. Опа! 3 балла. Великолепно. Хороший 3 балла. Молодцы. Тут ничего не скажешь. Видно было, что мы встроены. Мы приехали. И так оно и получилось. Очень эффекты. Самый красивый пока момент этой схватки. Мы только что с вами видели. И 3-0. Это уже серьезнейшая заявка на бронзу. Ну, хороший бросок на 3 балла получился. Жаль, что за ковер. Но борцам всегда ковра не хватает немножко. Ну, вот прекрасно понимает сейчас Евгений Колбин, что что-то он должен предпринимать. Он непрерывно атакует. Потому что время уже истекает. Второго периода осталось меньше 30 секунд. Он проигрывает. Ну, Идрисов сейчас хорошо его заблокировал. Плотно очень держал корпус и руку. Ничего не давал ему делать. Ну, надо удержать сейчас это преимущество. Ну, вот тактическая задача у него спокойно закончить второй период и стать победителем во встрече. Плотно он его держит, блокирует. Не даст он ему провести. Что оказалось в конце встречи заканчивается. Победой в этом периоде Идрисова и в целом по схватке. Значит, бронзовая медаль у нас уезжает в Дагестан. Первая, кстати, медаль нынешнего чемпионата России. И обладателем первой бронзовой медали становится Шапи Идрисов. Кандидат в мастера, кстати, он лишь... Видно, недавно начал бороться. Потому что это у них такое бывает в Дагестане. Они берут, тем более в таких весовых категориях, 20 лет берут, и в 18. Это молодцы, между прочим. Вот лишний раз подтверждение, что и поздно начав, можно завоевать медаль и стать хорошим борцом. И в вашем желании.